Константин Бринковяну, великий логофет, господарь Валахии, сын князя Матия Бринковяну из рода Краевеской станции Контакузина, племянник и преемник Валашского господаря Щербана Контакузина, был женат на Марике, дочери господаря Антония Папешть. В октябре 1688 года после смерти своего дяди Щербана Контакузина Константин Бринковяну был возведен на господарский престол с семейством Контакузина, перенес столицу государства Эстерго-Виште в Бухарист и развернул широкую строительную деятельность в своих владениях. Построенный им дворец Магашо и несколько монастырей выполнены в Т.Н. Бринковянском стиле, способствовав просвещению своих подданных, поощрял летописание, открыл четыре типографии, а также школы, принадлежит к известной династии бринковянов. Первые годы своего правления пользовался поддержкой боярской партии Контакузина. Стольник Константин Контакузина был его советником по внешним делам и главой канцелярии. Остальные члены рода Контакузина заседали в Господарском совете и командовали Валашской армией. Константин Бринковян вынужден был платить дань в порту вдвое больше прежней, а взамен получил от турецкого султана право на пожизненное правление и предпринял попытки превратить свою власть в наследную. Из-за этого в 1703 году Господарь Константин Бринковяну поссорился с могущественной боярской семьей Контакузина. Вначале Константин Бринковяну не стал поддерживать трансильванского князя Ференцера Коце, поднявшего восстание против Габсбургов. Но после ухудшения отношений с Австрией стал поддерживать трансильванских повстанцев. Поддерживал хорошие отношения с молдавским Господарем Константином Дука, который женился на его дочери. Однако с Господарем Молдавии Константином Кантемиром и его сыновьями Антиохом и Дмитрием был в натянутых отношениях. В политическом отношении Бринковяну приходилось лавировать между блистательной портой Габсбургами и усиливающейся Россией. В 1689 году австрийские войска вступили в Валахию и захватили Бухарист. Константин Бринковяну обратился за помощью к туркам и крымским татарам. На помощь валашскому господарю прибыли турецко-татарские и молдавские войска. В августе 1689 года вместе с союзниками Константин Бринковяну участвовал в битве при Зернёждь, где австрийская армия была разгромлена. Австрийский командующий генерал Донат Гейслер был взят в плен. С 1703 года Бринковяну поддерживал постоянные политические отношения с Петром I и за пророссийские симпатии тайно получил орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Во время прудского похода, однако, он занял выжидательную позицию, отчасти из-за непростых отношений с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром. Также обострились отношения Бринковяну с семейством Канта Кузина. Валашский господарь приказал конфисковать имущество боярина Тома Канта Кузина и его сторонников, которые бежали в Россию. В марте 1714 года турецкий султан Ахмед Трисместё его с господарского трона и вызвал в Стамбул, где Константин Бринковяну был замучен до смерти. А его сыновья Константин, Штефан, Раду и мать обезглавлены, после чего их голову пронесли по улицам турецкой столицы. Одной из причин его казни назывался отказ перейти в ислам. В связи с этим румынская православная церковь причислила в 1992 году замученного господаря к лику святых, источники Бринковяну, Константин на родоводе, дерево предков и потомков.